На этой неделе оперативное совещание правительства Республики Башкортостан все же состоялось. Напомню, что на прошлой неделе оно было отменено без всякого объяснения причин. Ну и, видимо, в связи с отсутствием главного персонажа этого совещания. Но на этой неделе совещание проходило в весьма необычном формате, а именно в формате видеоконференции. Хабиров вещал из московского представительства из своего кабинета там, объяснял это тем, что ему нужно было срочно в Москву поехать и решать важные вопросы с Ростехом. Очень странно то, что в последнюю перед выборами неделю Хабиров покидает регион, оставляет его без присмотра, а выборы этого не просто выборы, а выборы целого Путина. И, в общем-то, нет большей задачи у губернаторов по России, значит, как обеспечить эти выборы. И вот Хабиров, тем не менее, манкирует этими обязанностями, находится в Москве, уверяет, что он там что-то очень важное решает с Ростехом. Безусловно, наверное, Хабиров встречался с руководством Ростеха и с господином Чемизовым, но что-то мне подсказывает, что совсем не по вопросам какого-то развития технологического и прочего. Я думаю, что Хабиров все-таки занимается там собственной судьбой, которая, по многим признакам, сейчас находится под угрозой. Ну да ладно. В своем вступительном слове Хабиров затронул кадровые перестановки. И самое важное из этих кадровых перестановок, то, что министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан назначается Артем Ковшов. Артем Васильевич, который был до этого заместителем министра строительства, сменил на этом посту господина Сидоркина, который пробыл исполняющим обязанности министра очень недолго. Вообще непонятно, зачем этот Сидоркин был, и кто он, и что он, и откуда, хотя его там расхваливали, говорили, что он какой-то там профессионал, но вот как был, так и не стал. Хабиров заявил, что Ковшов получает свой пост исключительно благодаря его успехам на ниве решения проблемы обманутых дольщиков. Хабиров упорно утверждает, что именно благодаря Ковшову проблема обманутых дольщиков Республики Башкортостан полностью и окончательно решена. Никаких проблем с этим нет. Забавно, может быть, конечно, это и совпадение, но именно в день назначения Ковшова министром строительства из СИЗО отпущен Дмитрий Комлев, главный фигурант и осужденный за хищение, там, мошенничество, по-моему, в особо крупном размере, денег дольщиков по Миловскому парку. Мы помним все, по крайней мере, многие из нас помнят, что и Ковшов, и Комлев вовсе не чужды вот этому Миловскому парку. Все они там были завязаны на эту историю. Там было очень-очень много странных нюансов. Комлев получил 8,5 лет приговор, отбыл наказание около двух лет, и вот теперь его отпускают. То есть проблем нет. История с Миловским парком закрыта окончательно. Ковшов становится министром, Комлев выходит на свободу. 2,4 миллиарда рублей так и не найдены, и непонятно, куда они делись. Участвовавшие во всем этом проекте господин Качкаев и господин Броверман остаются при своих властных полномочиях. В Москве, по крайней мере, точно Качкаев сидит в кресле депутата Государственной Думы. Про Бровермана слышно немного, но тоже он, как говорится, живет и здравствует. Комлев на свободе, Ковшов министр. Занавес. Проблема Миловского парка решалась исключительно за государственный счет, за счет бюджета, за счет наших с вами налогов. И вот виновник понес такое, прямо скажем, символическое наказание всего два годика. И то, как говорят знающие люди, Комлев отбывал это наказание в весьма тепличных условиях. То есть он не попал в колонию, он так и провел эти два года в СИЗО, занимался там раздачей каши. В общем, понятно, что случайно это тоже произойти не могло. Но больше всего, конечно, поражает та гуманность и лояльность, которые проявлены к человеку, который сделал несчастными огромное количество семей. Человек, который, ну, по утверждению и по приговору суда был причастен к исчезновению вот этих вот двух, почти с половиной миллиардов рублей обманутых дольщиков и государственных субсидий. Ну, в общем, там, вот так у нас вот бывает. Значит, попятил два с половиной миллиарда, два годика кашу раздавал в СИЗО и на свободу с чистой совестью. Вот так. Но, тем не менее, Хабиров очень ценит Ковшова, назначает его министром строительства. Я знаю, что отношение к Артему Васильевичу весьма разнородное в строительной сфере. Посмотрим, как там пойдут дела, насколько ему удастся консолидировать это сообщество, насколько ему удастся существовать в концепции вот этой ассоциации застройщиков и так далее, и так далее. Я знаю, что у Артема Васильевича с этим есть определенные проблемы. Завершая вступительное слово к оперативному совещанию, Хабиров сообщил, что он издал указ о создании государственного ансамбля кураистов республики Башкортостан. Важными делами занимается человек в Москве. Подписывает указы про, значит, ансамбли кураистов. А Курай, как известно, это вам не просто символ Башкортостана, не просто какая-то продольная флейта, а что-то такое очень даже скрепное. Так что вот такими важными вещами занимается Хабиров в Москве. Ну, помимо Ростеха, конечно, и встречи с господином Чемизовым. Далее, следуя заведенному сценарию оперативных совещаний, заслушали ситуацию в ЖКХ и на дорогах. Ирина Александровна Голованова, министр ЖКХ, сообщила, что за истекший период в ее хозяйстве случилось две крупных аварии. Одна в Стерльтомаке, другая в Уфе с отключением горячего доснабжения и отопления. Технических инцидентов, судя по всему, никаких не происходило. По крайней мере, Голованова о них упоминать не стала. В общем, у нее там все лучше и лучше становится. Действительно, то ли цены пора поднимать, то ли орден уже Ирине Александровне какой-нибудь выписывать. Хабиров напомнил Головановой, что озеленение, цитирую, это большая интеллектуальная работа. И Хабиров порекомендовал Головановой наладить контакт с некой ассоциацией ландшафтового дизайна. Очень настаивал Хабирову, прям вот немедленно отчитайтесь мне, там встретитесь с этими людьми и так далее, и так далее. Очевидно, что разум ради Фаритовича в значительной степени занят всеми вот этими вопросами красоты, эстетики, цветочков, ну и собственно ландшафтного дизайна. Александр Владимирович Калибанов отчитался о ситуации с аварийностью, смертностью на дорогах традиционно. За истекшую неделю у него было 35 ДТП, 39 пострадавших и трое погибших. Количество погибших в этом году по отношению к тому же периоду прошлого года возросло на 20 человек. Этот отрыв нарастает постоянно, то есть Калибанов ничего не может сделать со смертностью на дорогах, несмотря на то, что Башкирия, например, занимает первое место по количеству видеокамер на дорогах. Ну, видеокамеры помогают собирать штрафы и деньги в казну, но никак не помогают сделать безопаснее дороги. Хабиров напомнил Калибанову, что он, Хабиров, хочет торжественно вручить 250 автобусов Башкировтотрансу, которые поручил ему вручить президент Путин. Когда мы запускаем полученные автобусы по поручению президента в наши районы, и сколько их автобусов? Такое частое упоминание поручений по мелочам, да, я не верю, во-первых, что Путин поручил Хабирову прямо 250 автобусов вручить, но постоянное упоминание и отсылка к Путину, конечно, уже начинает наводить на мысль о том, что в этой стране без поручения Владимира Путина, по-моему, солнце не встанет на завтра, если он вдруг забудет кому-нибудь поручить его, поднять это солнце из-за горизонта. Ну, Клебанов, конечно, сказал, что да-да-да, автобусы готовы, Радь Фаридович, вот приезжайте скорее в Уфу, мы тут же будем вручать ключи и прочее, прочее. А также отдельно Клебанов пообещал Хабирову в марте уже месяце торжественное открытие восточного выезда, что тоже будет значительным событием и, очевидно, будет неким крупным завоеванием, достижением Хабирова, которое ему уже пора бы накапливать. Перед выборами в сентябре нужно будет Хабирову предъявить народу, что вот он тут за эти пять лет, как говорится, сделал хорошего. Вот восточный выезд одно из самых ярких событий в этой череде. Далее заслушали очень важный, на самом деле, доклад о ходе подготовки выборов президента Российской Федерации в Республике Башкортостан. Впервые на арене цирка появился Азад Булатович Галимханов, новый председатель Центра избиркома Республики Башкортостан, который сменил на этом посту госпожу Макаренко, ушедшую без объяснения причин внезапно, незадолго до выборов. В общем, было непонятно, что там случилось с Илоном Макаренко, но она спешно покинула свой пост. Вот этот вот самый Галимханов рассказал нам некоторые данные, некоторые интересные сведения по тому, как будут проходить выборы, при каких обстоятельствах, и некоторые цифры даже дал. В частности, он сообщил, что в Республике не будет электронного голосования, что в Республике уже оборудовано 3308 избирательных участков и 69 территориальных избирательных комиссий. В общей сложности в Республику Башкортостан уже завезено 2 миллиона 994 тысячи 100 бюллетней для голосования, в том числе на татарском и башкирском языках. Сотрудники избирательных комиссий, по словам Галимханова, обошли за предвыборный период 97 процентов домохозяйств, так утверждает господин Галимханов. Тут начинается самое интересное. В 76 процентах этих домохозяйств удалось побеседовать с жителями домохозяйств, то есть квартиры, дома, вот люди живут. И 93 процента опрошенных, по словам Азата Булатовича, испуганно подтвердили свою готовность отправиться на выбор, голосовать. При этом 111 тысяч человек, 3 процента избирателей, хотят голосовать на дому. А еще было подано 67 тысяч заявлений о выборе избирательного участка через госуслуги, то есть люди переписали для себя избирательные участки и будут голосовать в других местах. Вот эти вот цифры 111 тысяч голосующих на дому и 67 тысяч заявлений о выборе избирательных участков, это, конечно, очень такая тревожная на самом деле цифра, потому что это ни много ни мало, а совокупно 5 процентов избирателей. Это много. Автоматических комплексов фиксации избирательных бюллетней, тех самых КАИБов, в Башкирии будет использовано 305 штук. Традиционно в Башкирии этих КАИБов очень мало, потому что, ну, во-первых, потому что они никак не позволяют фальсифицировать данные, по крайней мере, в момент загрузки голосования, вот, и потому в Башкирии здесь этими КАИБами будет охвачено только 16% избирателей, все остальные будут голосовать бумажным способом. Господин Гелемханов сообщил, что 41% участков оснащены видеонаблюдением, но к этому видеонаблюдению будет доступ только у сотрудников ЦИК, а на остальных участках есть некие средства видеофиксации. Все это господин Гелемханов преподносил как некий комплекс мер по обеспечению чистоты и честности выборов. Но вот то, что он сообщил, конечно, не умещается в сознание. То, что они обошли 97% домохозяйств, квартир, домов в Республике Башкортостан с вопросом, пойдете ли вы на выборы, и уже сейчас заявили, что 93% опрошенных готовы идти на выборы. Очень это напоминает какую-то паническую атаку и попытку заранее, заранее, заранее объяснить, почему будут даны такие цифры явки. Но не верю я, что технически было возможно за такой короткий период обойти ногами, да еще и побеседовать с 97% домохозяйств Республики Башкортостан. Кроме того, что я в это не верю, я еще знаю, что, например, ни ко мне домой, ни к моим родственникам никто не приходил с этими вопросами и тем более беседами пойдете ли вы на выборы. Не видели мы на улицах этих людей с сумками и папками и так далее, то есть никто не ломился, слава богу, дверь не звонил, вопросов не задавал. То есть масса моих знакомых тоже подтверждает то же самое, что они говорят, нет, никто никуда не приходил. Но господин Гальмаханов на всякий случай утверждает, что это было так. Проверить это на самом деле невозможно. Замечательно можно отчитываться. Ну да ладно. Выслушав председателя Центральной избирательной комиссии Республики, Хабиров твердо заявил, что он уверен в высочайшем проценте явки избирателей в Республике Башкортостан. Но это неудивительно. Ему позарез необходимо сейчас показать Кремлю, как эффективно он может рулить и управлять жителями региона. По сути, на этих выборах явка на избирательные участки это голосование за самого Хабирова. За его право дальше продолжать здесь управлять Республикой. Потому что как хорошо удастся Хабирову мобилизовать людей либо фальсифицировать эту явку это неважно. Нужно будет, чтобы было действительно показано, что вот видите у нас пришло там 80 процентов, 85 процентов о таких цифрах они говорят. Они утверждают, что явка ими прогнозируемое будет там свыше 80 процентов избирателей. И понятное дело, что обратного они говорить сейчас никак не могут. У них нет обратного пути. Они будут упираться и доказывать, что явка будет там 80-85 процентов. Вот эти пустые избирательные участки им очень не нужны. Для чего собственно сделаны три дня голосования. То есть если вы придете в первый день и никого не увидите, вам скажут, ну, наверное, на следующий день завтра придут. Если вы придете на второй день, на третий день и не увидите там никого на этих участках, вам скажут, да они вчера приходили. То есть вот это уже чистой воды манипуляция. То есть попытка не допустить визуального ощущения у населения, что никто на выборы толком-то и не ходил. А вопрос количества голосов это уже, знаете, совсем про другое. Это совсем по другим технологиям и по другому будет делаться. В конечном итоге они будут просто переписывать итоговые протоколы и никто никак не сможет этого проверить. У нас нет толком эффективного наблюдения, у нас нет толком никакого гражданского общественного контроля за выборами. Наблюдателей на выборы практически не допускают либо оформиться наблюдателем проще в космос полететь, чем на выборы пойти наблюдателем. То есть вот примерно так это теперь выглядит. Соответственно их вот это количество голосов за Путина, которые вот по как бы неофициальным данным сейчас Хабиров требует от избирательных комиссий, чтобы максимум голосов за Путина был оформлен на избирательных участках уже в первый день голосования. Чтобы там 40-60% там кровь из носу было. Бюджетники и прочее, прочее. Так вот, им очень нужна явка. Так что думайте, решайте, идти вам не идти, голосовать ли вам ногами за Хабирова в тот момент, когда вы там пошли голосовать за Путина или против Путина. В общем-то, доклад о выборах был, конечно же, самым главным. Далее последовали доклады двух министров. Первым был министр Разумикин, который доложил об итогах создания цифровых сервисов Республики Башкортостан. Геннадий Валентинович отчитался, что за минувший 23-й год 5,5 миллионов раз жители Башкирии обращались на портал госуслуг. Из них почти 3 миллиона обращений, это была запись на прием к врачу. 81% жителей Республики Башкортостан, по крайней мере, по утверждению Разумикина, пользуются государственными услугами в электронном виде. При этом 24% пользователей качеством услуг недовольны, как заявил сам же Разумикин. Но Разумикин, естественно, над этим всем работает. Всего сейчас для жителей Башкирии на региональном портале госуслуг доступно 248 различных электронных услуг. Особой гордостью Разумикина является достижение в области строительства. 93,2% заявлений в строительной отрасли теперь можно подать электронным образом. То есть получение всевозможных кадастровых документов, справок, разрешений и прочих-прочих вещей. 93% с лишним из этих документов вы можете оформлять, не выходя из дома. По крайней мере, так заявляет Геннадий Разумикин. Хуже всего по статистике Разумикина государственные услуги оказываются в Чешминском районе, Аскинском районе республики и в городе Кумертау. Но и там Разумикин достаточно уверенно смотрит в будущее, потому что он там увеличивает проценты, настраивает какие-то достижения, все у него там хорошо, и он сказал ничего-ничего, там похуже, но вообще везде отлично. Хабирову понравился бодренький и оптимистичный доклад Разумикина, и он ему повелел не останавливаться на достигнутом и выдумывать все новые и новые электронные сервисы для жителей республики Башкортостан, чтобы они больше вообще никогда не ходили в присутственные места и решали все свои вопросы взаимоотношения с государством дистанционно дома через компьютеры. Вторым докладом высоких достижений был доклад министра торговли Гусева Александра Николаевича об организации школьного питания. Это вообще любимая тема у Хабирова. Хабиров очень любит рассуждать о том, как плохо обстояли дела со школьным питанием в республике, когда он принял управление республики в свои натруженные руки, и как теперь все великолепно и замечательно, как ужасно при Хамитове кормили детишек в школах привозным аргентинским мясом, а теперь значит все мясо у нас кошерное, местное и очень вкусное. Господин Гусев порадовал Хабирова новостями о том, что за истекший год разработано и внедрено новое меню для школ и детских садов, новые технологические регламенты. Значит, в 13 муниципалитетах республики уровень питания признан высоким, ну а в остальных 50, кстати говоря, средним. Гусев утверждает, что жалоб на питание в школах и детских садах практически сейчас нет. Все родители абсолютно довольны, детишки едят с удовольствием, вообще проблем никаких нет. Выявлено только 5% отклонений от технологии во время проверок и практика организации школьного и детсадовского питания республики Башкортостан признана на федеральном уровне лучшей в Российской Федерации. Ну, собственно, тут не убавить, не добавить, на самом деле, наверное, истина где-то рядом и родители школьников и детсадовцев, наверное, лучше знают, чем и как кормят детишек в этих учреждениях, насколько они этим довольны. Примечательно, что господин Гусев ничего, ни разу, ни одной фразы не упомянул о том, насколько возросла стоимость школьного питания по отношению к 22 году, за 23 год, почему так происходит и какова перспектива этой стоимости. Вот про деньги не говорили вообще, а деньги там крутятся немалые. И вот эта сфера, которую, так скажем, мягко выразимся, курирует лично господин Гусев, конечно, она очень денежноемкая. Здесь вот это надо понимать. Так что, ну, насколько отличным стало питание в школах и детсадах Республики Башкортостан, наверное, судить в первую очередь тем, кто непосредственно потребляет это питание, а именно детям, школьникам и детсадовцам. Завершая оперативное совещание, Хабиров почему-то опять заговорил про ремонты домов и, в частности, ремонты крыш. И вот, говоря о том, как важно ремонтировать крыши, Хабиров сказал такую очень знаковую, я бы сказал, сакральную фразу. Цитирую. Когда крыша течет, все остальное не имеет никакого смысла, философски заявил Ради Фаридович. Попутно попенял Минфину за нерасторопность и повелел продлить программу ремонта крыш многоквартирных домов еще на несколько лет, Хабиров предположил, что если еще два-три годика он поремонтирует нам крыши, то у нас, как он сказал, худых крыш в Башкирии вообще не останется. Ну, если вот это билибердо воспринимать исключительно с философской точки зрения, то вообще, конечно, звучит пугающе. Хабиров будет ремонтировать крышу Башкортостана до тех пор, пока он у нас совсем худых крыш не останется и все мы будем, как говорится, сидеть под хорошей, нормальной хабировской крышей. Завершил оперативное совещание Хабиров назиданием всем чиновникам республики без исключения, что главная задача предстоящей неделя это проведение выборов Путина. Все силы должны быть брошены на это, и это для Хабирова и многих его дружков вопрос жизни и смерти. Хабиров сказал, что вот этим нужно заниматься и больше ничем, очень строго посмотрев в камеру. Тут я понимаю, действительно, для него это вопрос жизни и смерти. Если выборы в Башкортостане будут провалены по явке, по результатам, по какому-то количеству скандалов и каких-то, значит, выявленных нарушений, то, конечно, Хабирову не сдобровать и, скорее всего, в своем кресле не усидеть. Для него выборы Путина сейчас решающий этап. Они, пожалуй, даже важнее, чем выборы его самого Хабирова в ближайшем сентябре. Так что, еще раз повторюсь, думайте, идти ли на выборы, голосовать ли ногами, по сути, за Хабирова, хотя у нас выборы вроде как президента Российской Федерации, ну, решать это вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова